Здравствуйте! В эфире новости Смоленск АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Для каждой семьи, и особенно для семьи военнослужащих, это действительно очень грандиозное событие. Военнослужащим вручены ключи от служебного жилья. Пожарные дружины продемонстрировали готовность к любой ситуации. Всегда интересно узнать о работе и о промышленности Росэнергоатома и концерна Росэнергоатом. Определены самые энергичные журналисты региона. На плановом совещании с руководителями подразделений директор САЭС сообщил о работе атомных станций концерна Росэнергоатом. Фактическая мощность на сегодня 21 419 мегаватт, что составляет 102,4%. О техническом состоянии СМОЛЕНСКА САЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе три энергоблока. Суммарная нагрузка 2975 мегаватт. Существенных замечаний по работающим блокам нет. Выработка электроэнергии за 7 дней августа составила 429 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 12 миллионов. С начала года выработка составила более 14,6 миллиарда киловатт-часов. Сверх плана 1,27 миллиарда. Радиационный фон на промышленной площадке СМОЛЕНСКА САЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 14 военнослужащих батальона войсковой части номер 3678 получили ключи от служебного жилья в Десногорске. Войсковая часть, входящая в состав войск Федеральной службы Национальной гвардии, выполняет ответственную задачу – охрану объектов Смоленской атомной станции. Ключи от двухкомнатных квартир в торжественной обстановке военнослужащим вручил директор СМОЛЕНСКА САЭС Павел Лубенский. Федеральный закон обязывает вас обеспечить защиту объекта, использование атомной энергии. И нас он обязывает предоставить все необходимые и достаточные условия для того, чтобы выполняли поставленную перед нами боевую задачу. В короткие сроки на базе общежития номер 5 первого микрорайона был полностью под ключ отремонтирован и перепланирован этаж, заменены коммуникации и инженерные сети, пожарная сигнализация, установлено современное сантехническое оборудование, кухонные плиты, стиральные машины, душевые кабины. Для любого наслужащего, независимо от звания, самое главное – это надежный пыль, как на поле брания, так и, конечно же, в быту. Хорошие условия для отдыха, комфорт, домашний уют способствуют полному физическому, моральному, психологическому восстановлению. А хорошо отдохнувшие военнослужащие смогут полностью проявлять себя на воевой службе. Для каждой семьи и особенно для семьи военнослужащих это действительно очень грандиозное событие. С появлением таких условий жизнь будет наша гораздо приятнее, комфортнее и будем планировать пополнение нашего семейства. Отличные навыки борьбы с огнем, умение обращаться с пожарно-техническим оборудованием, слаженные действия и командный дух продемонстрировали добровольные пожарные дружины Смоленск АЭС и подрядных организаций. 4 августа они состязались за лидерство в ежегодных соревнованиях боевых расчетов пожарных формирований, которые состоялись на территории первой пожарно-спасательной части. Примечательно, что САЭС организует турнир огнеборцев уже 36-й год подряд и он неизменно вызывает большой интерес и энтузиазм у участников. Соревнования эти проводятся, да, традиционные соревнования, 36-й год, с 82-го года. Инициатором проведения соревнований был такой легендарный старший начальник, старший НСС Смоленской атомной станции, Кривой фамилия его была. Он привез эти соревнования и в 82-м году они впервые прошли на территории НСС. И с тех времен, вот видите, количество там было 6 команд, сейчас в этом году 28 команд принимают участие. По замыслу организаторов, подобные соревнования должны отрабатывать определенную модель поведения и действия работников в экстремальной ситуации. В борьбе за лидерство добровольным пожарным предстояло преодолеть двухметровый забор, одеть боевую одежду пожарного, ликвидировать горение жидкости в противне ручным огнетушителем, пробежать по буму со скатанными пожарными рукавами и, подключив рукав к пожарному разветвлению, породить мишень струей воды. Оценивая результаты прохождения этапов состязаний, судейская комиссия отметила хорошую практическую подготовку участников, готовность в случае пожара взять на себя первый удар огненной стихии до прихода профессиональных пожарных. Как признаются девушки команды управления производственно-технологической комплектацией, не первый год занимающей лидирующие позиции на соревнованиях, главный секрет победы – нацеленность на успех, командный дух и постоянные тренировки. Кстати, в сентябре им и ребятам из команды службы безопасности предстоит представлять честь Маленск-КС на дивизиональных соревнованиях добровольных пожарных, которые пройдут на Нововоронежской станции. Нам предстоит очень много тренировок, замечательно тренироваться. Мы стараемся оправдать ожидания, поддержать нашу станцию на высшем уровне. Будем стараться. 4 августа состоялась церемония награждения победителей регионального этапа творческого конкурса «Энергичные люди-2017», учрежденного концерном «Росэнергоатом». Конкурс проводился для работников средств массовой информации и пресс-служб Смоленской области, на лучшее освещение темы развития атомной энергетики. По итогам конкурса победителями стали корреспондент Десна-ТВ Татьяна Ионкина в номинации «Ликбез ПРАЭС», редактор Россовского радио Радимичи Вера Степченкова в номинации «Атомная судьба», корреспондент государственной телерадиовещательной компании «Смоленск» Александр Блинников в номинации «Объектив», редактор Десна-ТВ Евгения Коваль в номинации «Среда обитания». Всегда очень познавательно участвовать в нем, потому что материалы, которые предоставляются управлением информацией, и плюс ко всему всегда интересно узнать о работе и о промышленности «Росэнергоатома» и концерна «Росэнергоатом», и непосредственно нашего градообразующего предприятия, потому что предприятие развивающееся, промышленность очень развивается большими темпами, и всегда есть о чем рассказать и есть что показать. По мнению журналистов, участие в конкурсе – это отличная возможность для профессионального роста. Здорово то, что это стало доброй традицией проведения такого конкурса. Третий год подряд проводится конкурс, победители выезжают на семинары, на фестивали, где продолжается общение. Это новые знакомства, новые какие-то веяния. Сами журналисты получают не только массу впечатлений, массу информации во время проведения мастер-классов, общение с интересными людьми. Значимость этого конкурса в том, что нам дают не только общие знания, скажем так, журналистики, права, мультимедийных каких-то приемов и программ, а, скажем так, из нас делают хороших специалистов, чтобы мы могли оценить качество работы персонала, чтобы мы не были безграмотными, когда мы пишем тексты о работе атомной станции. И на самом деле это очень важно. Победители регионального тура примут участие в дивизиональном этапе конкурса, который пройдет в сентябре на Ростовской АЭС. В финале конкурса встретятся лучшие представители средств массовой информации территории расположения АЭС. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин